вами за николая николая да да николая короче попали в какой зачем это делать чтобы у свинки были глазки же логично да ладно и сил нет чуть не такие все немощные бенедикт тоже там статуэтку какой-то не поднял этот даже топор не может из бревна из меня вытащить часа мужики почему так сложно почему так все сложно зачем он почему нафига ему это ну как зачем я узнаю никуда не уходить просто настолько все усложнять просто настолько все усложнять зачем зачем пошел короче сердитый всем доброго времени суток друзья меня зовут валерий мы продолжаем после перерывчика такого перерывчика небольшого вот записывать видосики мы короче с вами за николая николая да да николая короче попали в какой-то город теперь зашли в таверну и нам нужно тут поговорить с людьми посмотреть что у нас здесь есть так мы сделали своими свинные глаза надо вспомнить да ровно 30 свинный глаз виной кишки окей неплохо неплохо есть чем поживиться ключ от дома в котором мы остановились так хорошо рогатая кукла образ дела окей куклы мы взяли с вами да там в домике так есть человек короче безногий добр 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 и вас короче стоит тут топорчики так что у нас вообще ухты только всего много так щель там же едва заметно блестящий предмет ну-ка пальчиками у тебя длинные пальчики давай-ка я счет нашел не достать наверно не знаю что это не могу дотянуться но как всегда это как всегда вестах это как всегда надо какие-то щипчики короче какую-то штуку найти так уберите инвентарь пожалуйста хорошо так а окей лампа странная лампа с необычайно длинным крюком лампу как лампа чуть и не нравится вам пока так без дома можно выйти да так несколько портретов на них все изображен один и тот же человек с маленькой головой скрытый за толстой пленой тумана человек с маленькой головой так ладно портрет еще один сейчас пока пакут по периметру обойдемся посмотрим потом вы уже говорите с людьми по 3 женщины слова нужно сказать на женщину не похоже что но отсюда я вижу что похож на женщина свинная голова сюда надо глаза вставить свинный она не умела забальзамирована кое-где уже начала подкнивать так глаза давай ставим глаза зачем это делать чтобы у свинки были глазки же логично эскиз странного дерева с красными колючими листьями его ветви тянутся вверх допустим так единственное что хоть как-то обогораживает это место топор я брать не буду потом заржавела окно а заложено между кирпичами то тут то там торчат кусочки бумаги дай-ка глянем что на них голоса стали громче тени осязаемым господи пощади я боюсь того чем я одержим очаровательно это что стена молитв может быть стена молитва одержим блин такое ощущение знаю что мы все равно в этой игре будем проводить экзорцирум почему-то вот мне кажется набор разделочных ножей немытых его отчасти проржавевших можно ножик можно топор взять короче это все набрать и будем просто это дверь стемную кладовку просто как ассасин так ладно так мы вроде все осмотрели нам осталось поговорить с людьми и взять там допустим топор давайте сразу топор возьму он может понадобиться тебе в нынешней ситуации да ладно и сил нет чуть не такие все немощные генедикт тоже там статуэтку какой-то не поднял этот даже топор не может из бревна из меня вытащить часа мужики пошли так ладно прямо нему на глазах ну да а чё нет а чё нет то так ладно давай поговорим с твоим с тобой человек меня слышишь толкнуть его пнуть его с ноги не толкну по плечу похлоп на внимание он медитирует наверно он в нирване он в этом релаксе релакс теки теки изи так ладно давай с тобой поговорим да да вот привет николай добро пожаловать мою таверну хорош у тебя местечко неплохо вот видишь тебе следовало зайти ко мне вчера вечером хочу тебя кое-что спросить ты что у нас таксидермист то кто таксидермист это такой человек который делает чучело из мертвых животных а потом эти чучело выставляет на показ а а нет ты про ту голову на стене для нее я сделал исключение как никак любимая свинья то есть она удостоилась быстрой смерти она умирала собственной смертью что то не так ты что не понимаешь как рассказ не помнишь как рассказал мне что вчера своей процедуре в подробностях описывал все звуки запахи зрелища это да вспомнил и вправду говорил что то такое но куда одеваться гостей кормить надо типа то бишь он наврал то что свинья умерла своей смертью он ее зарезал короче чтобы накормить гостей ахан ахан живодер допустим как ты кормишься сам любовью и заботой местных жителей а ты как думал я думал ты кровушку пьешь кровушку попиваешь ты по ночам на охоту не ходишь а чё смешного то я спросила хочешь дождись ночи и сам сходи в лес послушаешь там тишину походишься на воздух но ты клевал носами явно выглядел уставшим когда я зашел вот я и подумал что ты почти не спал верно ведь а вот и нет друг мой я пошел спать как только вы ушли ты же помнишь только мы выпили вина и не только так они тут бухали да почему ты задаешь все эти непонятные вопросы я просто за тебя переживаю да я кое-что тебе покажу думаю тебе будет интересно вы что покажу свиные глаза может показать он спец у нас по свиньям это еще что такое сейчас моя очередь ничего не помню не понимать почему именно 30 это что-то значит эти свиньи глаза мои единственные доказательства видишь ли кто-то забрал все наши вещи и оставил те 30 свиньи глаз в одной из наших сумок быть не может как это произошло так ты не знаешь кто бы это мог быть трус делавший это работал папа под покровом ночи и и он знал что мы будем спать без задних ног после того вина которым ты нас опоил должно быть следил за нами с самой площади твоя жена вообще не пила она сказала что вино на вкус как человеческая кровь она его не видела она его не видела я не знал что она не пила может и видела я пока не спрашивал не знаю чтобы это мог быть нет местные голодные ослабли и не знают во что и верить это мог быть кто угодно даже тот же священник особенно священник сдается это кто-то этот кто-то собирал свинные глаза думаешь а что если у священника там типа раздвоение личности знаешь так хочу нет а чё нет то а процедура о которой ты рассказал вчера вечером до сих пор не выходит из головы представь о чем именно да обо всем визги огонь и брызгающие запахи горы вырезанных глаз как вообще можно получать от такого удовольствия чем сильнее страдания тем лучше вкус что сказать что сказать ну что тут сказать что тут скажешь ничего тут не скажешь почему ты так обо мне переживаешь меня это не особо заводит меня больше волнует тот занятный факт что ты как и наш преступник знал где мы остановимся и в каком состоянии мы будем короче ты под подозрением понял я за тобой слежу я за тобой слежу ты понял и вы оба до страшного любите свинные глаза какое совпадение правда думаешь не вернется и не сделает с нами что-то ужасное конечно если конечно ты ведь знаешь что мы с моим шурином верные слуги господа и что не каждый раз умеет себя частью паства или ты просто слепо веришь что господь на твоей стороне чем все ржет черт ржет ну ты на такое и способен уходи сейчас же можешь хотя бы помочь мне найти морфий этого хватит все остальное нам ни к чему если вам дорога жизнь уезжайте если нет оставайтесь вдруг вам повезет знаешь наш пророк всегда говорил этот город танцует на краю самого ада ухты человек заговорил можешь очнулся а я думал что ты все еще ползешь из своего склепа больше твой друг мне помешал он мне уже наговорил много всяких гадость я увидел тебя инвалидом даже предположил что я какой-то там таксидермист это неправда господь забрал у меня много но слух оставил но не возражаешь я вмешаюсь я могу ему помочь конечно как скажешь вот угорает вот все угорает он по-любому под чем-то зная носит сидит короче а чё там продвижный поем это дверь стюмную кладовку понятно так ладно мойша давай скажи что-нибудь помоги и как ты мне поможешь сначала ты не понимаю смысле сначала я что такого особенно в этом твоем морфии а ты сам не знаешь разве ты не пророк знаю но хочу услышать это от тебя понять достоин ли ты моей помощи да все они пророки такие да разводил их разводил и я-то знаю да там типа наша но хочу услышать от тебя впервые ты мы скажем да да я так и думал я так и думал у меня бывают приступы головной боли от них я словно слепну видишь ты лжешь у меня сейчас болит голова с того самого момента как проснулся невыносимая кошмарная боль но я никому не показываю нет не слышу правды я хочу знать почему тебе нужны именно эти таблетки может ты нарек я не местный веще ты где еще ты прикажешь мне искать морфий как ты его там назвал в городе на ковью ада и калай так такого особенного имени в этих таблетках я хочу узнать мне дала их моя жена а наконец-то близко к правде и сумка в которой они лежали она мне тоже нужна а если она и есть преступница ты же сам сказал она не пила вина она не знала об этом может ты не знал и чего-то еще быть не может она не могла ты будешь мне помогать или нет будешь мне помогать или нет а будешь мне уже сказал сначала ты я рассказал тебе все что ты хотел знать а тут короче разрабы просто сказали ну нахер короче и мы не будем переводить здесь ничего не но как сделай хоть что-то начни искать и что уже понял что проник нам дом скажем так если убрать ложь останется только правда чего ты хочешь правду про 28 октября а что там 28 октября это было вчера это как-то связано с моей женой зачем тебе нет я говорю о прошлом настоящем этого города о его деяниях что-то увидел на площади вчера вечером у кого-то там по-моему это сжигали чучело да что такое говорил люди молились вместе песни пели звонили свои колокола затем подожди чучело они называют это праздником жизни я считаю что это древнейшее торжество лжи ступай и узнай правду про 28 октября ты хочешь чтобы я расспросил об этом местных что если они знают лишь ложь вот именно расскажи мне свою ложь а я поведаю тебе правду и только тогда я открою тебе что действительно произошло вчера вечером почему так сложно почему так все сложно зачем он почему нафига ему это ну как зачем на я узнаю никуда не уходи я быстро камень кого мне спросить кого угодно местные жители знают о прошлом этого города больше чем о своем настоящем даром пресса почему ты не расскажешь мне правду сначала ты должен узнать ложь и заслужить мою помощь я знаю никуда не уходи я быстро какой-то какой-то идиот помни правда всегда причиняет боль и порой боль это невыносимо мойша какой-то идет просто идет просто настолько все усложнять просто настолько все усложнять зачем за чем пошел короче серди ты так ладно нам нужно расспрашивать про 28 октября людишек так давай-ка сюда а еще вон туда можно до пойти погоди стой куда пожил так это выход обратно к тому доме куда получается это у нас куда почему не сказано куда дорога ведет ладно давай пока вот здесь по округе походим и снова здравствуйте ой ой я знала что рано или поздно вы придете смотрите разглядывать если что нужно спрашиваете так сувенирная лавка лёва тут лавнджак сувенирника лавнджак плакат плакат с изображением города и природы вокруг него какие-то высохшие растения ага так полки миниатюры растений вековых ведьминых стульев и церковных колоколов какая-то жутковатая для разосвященника ну да это больше нежды какого-то там не знаю слуги дьявола на этой полке куча всего миниатюрные колеса пыток статуэтки кресты кстати можете показать статуэтку может она скажет что это такое за статуэтка че нет т.д. а че молчим а че молчим то и фигурки лесных животных грязные пивные кружки саламандра какая-то да ящерица какая-то странная саламандра безглазая безглазая у меня есть глаза у меня есть глаза в кишке недостижимая затея не хочет свинью глаза вставлять не хочет саламандра глаза вставлять че у тебя целых сколько там их 30 до сколько там целых там ссыл целых 30 глаз вставляй не хочу куда хочешь так ладно радио старая радио спасибо кэп спасибо кэп так маски купи масок средневековых палачей качественные действительно качественный так это чё у нас выход до дайди сюда поближе чтоб камера так вот это выход получается ok ok деревца очень посмотрели кроваво красное дерево растущей женской головы впечатляют что сказать необычный такой на вид спокойно и даже дружелюбная новая нас не позовем вы меня извините конечно да может радио выключить поговорить с вами надо конечно один момент расскажите мне что случилось 28 октября погодите я вас узнала вы были тут прошлой ночью это вы оттащили от меня вашу сестру и оттаскал от вас свою жену вежлив просил ей пойти с нами да а мне так не показалось не хочу показаться группам но давайте вернемся к разговору конечно чем могу помочь расскажите мне что произошло 28 октября это особый день для нашего города день праздника и день страха но несомненно самый важный день в году это началось давным давно еще в средние века когда судьба собора зависела от одного единственного человека его признали святым покровителем нашего уютного горного городка только несколько столетий спустя котор котор именно иван котор давным-давно он служил здесь священником а можно еще про раз про средние века и этого как его там извините но все-таки как-то странно вы убеждены что не оттаскивали от меня вашу жену так и сказал но я помню как вы резко оттащили ее от меня и заставили сделать глоток вина из какой-то желтоватой бутылки все было не так и она вообще вина не пила вы уверены представьте себе и она сказала что на вкус она как кровь возможно я не все правильно поняла или она действительно сделала что-то не то раз вы так поступили но она выглядела такой беззащитный слабый пугливый как как бабочка она вечно куда-то убегает когда рядом люди это неприлично так вот может рассказать можете рассказать мне про этот как его там когда собор это старая нет даже древние названия здешних мест если верить легендам здесь жили еще с дохристианских времен как сабор связан с 28 октября сейчас это название не в ходу его запретили даже сейчас она под запретом хотя как это не смешно старое название запретили а новое так и не приняли это долгая история не могли бы мне рассказать вкратце только вкратце я лишь хотела извините но ваша ситуация меня до сих пор беспокоит на смысле что за ситуация чуть а где сейчас виктория да не помню я не знаю можете прекратить задавать мне глупые вопросы просто рассказать не то что я хочу знать вы на это способны или нет да что с вами тут всем так всеми такой откуда мне знать где она простите я просто подумал что снова увижу ее с вами но а вы не думайте о чем не спрашивают и пожалуйста врубить эту же старую шарманка на меня с ума сведет я думал радио настроит вас на позитивную волну мне она всегда помогает до шипение короче настроит на позитивную волну короче ладно там мелодия это спокойненько играла тут шипение просто вы извините немного сорвался вчерашняя ночка была не из легких я говорил о виктории про тот дом никак не удалось заснуть там наоборот спал как убитый так что вы хотели сказать 28 октября день смерти и ванна катара но сегодня же такой день праздник жизни весь город празднует конец долгих мучений святого катара и его жертву нашим предкам благодаря которым мы до сих пор живы вы в этом уверены странно все это и ритуал был какой-то странный честно сама я не уверена разные слухи ходят но слухи про смерть и ванна катара я верю а вот это же интересно как он умер радио чё-то там шибуршит само по себе вы меня простите не знаю как так вышло я же выключила его обезглавили посланники ватикана зачем расправлялись с середиками или еще что этого я не знаю вчера радио что-то лесника с радио чуть не туда и не специалист по истории раз вы не специалист по истории то не буду вас тревожить спасибо за помощь тысячи извинений вы мне очень помогли так ты мне очень помогла да я хочу тебе дать куклу короче посмотреть лучше его никому не показывать мысли она же разбирается в этом во всем в куколках и руках всяких так ладно значит получается 28 октября это праздник да еще кое-что можете снова включить радио если не затруднит не следовал он когда меня слушать ничего ничего короче 28 октября это праздник типа жизни и день смерти вот этого его катара да его казнили ватикан полагая вот это памятник именно вот этому катару ивану катару да святой покровитель этого города иван катар жил здесь с 1159 по 1218 год так у куки давай-ка зайдем наверное он суда это наверно как это администрация по-моему да или чем и тогда прочитали незачем не туда мысли а там пора спрашивать нет у меня нет времени праздновать шататься по пустой 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 площади мысли так а если я пойду сейчас сюда куда я выйду из глубины леса доносятся еле слышные детские голоса скажу туда позже сейчас нужно поговорить с мыши а все типа я узнал правду да теперь я правду да устал или это было ложь или мой сейчас нам лапши на уши навешать короче тут все так настолько запутано что вообще хрен пойми по что верить я узнал про 28 октября как и следовало что еще тебе нужно потерпи я почти достиг света скорее всего он ушел едва я вернулся в дом и да он снова солгал и ушел но теперь значит это был не он получается в дом зашел кто-то еще я не пойду туда пока не выясню кто именно забежал в лес виктория или нет наверно нужно спросить лавочница увидела ли она ее так окей николай теперь ждет николай николай теперь ждет короче когда мойша там достигнет света пока мы играем короче за бенедикта так это мы все смотрели да наверное от одного вида этих пыточных стульев и колоколов волосы стоит дыбом сработаны до мелочей с большим вниманием этого вечно везде дыбом волосы стоит грязные пивные кружки какие-то фигурки странных зверей кажется их кто-то сделал по памяти по памяти по памяти по памяти грязные поношенные что замерзость на поиски висят колокола с разными крестами поиски на поясе наверно так ладно растение я знаю там мандрагора опаснейший корень от которого человек может лишиться рассудка но это тоже слышал здесь нарисовано божье место сокрытое в горах абсолютная противоположность этому городу а может вино добавили короче корень мандрагора и все сошлись с ума короче и здесь это вообще ничего не происходит они лежат в дурке тело как у змеи вместо нормальный глаз одни отметины что это за создание такое это человек рыба особый вид европейской пещерной саламандры такие обитают обитают только в этой части европы живут под землей в полной тематине но к большому сожалению нас тут их никто не видел а что просто интересно просто интересно хочу все знать я видел такие маски палачей толпе прошлой ночи они выглядели по-настоящему древними и пугающими этот все этот всего боится этот просто всего боится ему сейчас смотри даже испугает вот эта вот чашка декоративный день растет в горшке в виде отрубленной женской головы жутко ладно мадам простите здравствуйте здравствуйте проходите рада вас видеть мы знакомы прошу прощения чего блин простите почему они основы представьте себе до сих пор не могу вспомнить откуда вы взялись никогда не встречались мне кажется наоборот вы меня не помните я и да нет извините я впервые в этом городе с вами все хорошо как не справиться насчет как мне справиться насчет викторий справиться спросить где все кто все вчера на площади была целая толпа почему сегодня никого нет простите наверное перепутала мне почему-то показал что я вас уже где-то видела вот только где блин это она вечно короче уходит от вопросов знаешь уходит от всего странный вопрос для нашего города здесь все знают друг друга и знают кого кого где искать и где же это где церкви или у себя дома да вы и правда не знаете здешних паре порядков надо же приезжий с другой стороны те кто сюда не едет много теряет поверьте мне вы были тут вчера когда жгли огромный костер какое прекрасное было зрелище такое не пропустишь что за люди что за глаза что за греки что за ужас а люди то люди все были вместе и такое было единение сказать по правде я просто обожаю праздновать день города думала думали сегодня тоже будет праздновать боится нас огорчить вас огорчить этот праздник случается лишь раз в году вообще-то я хотел найти одну женщину но раз вы сами заговорили о вчерашнем вечере можно задать вопрос для начала отец им рей представить не мог куда привезет меня виктория похоже сейчас мой единственный шанс собрать для него сведения об этом город где до моего отъезда я вас слушаю что такого особенно в этих местах что это за ряса такие почему они опоясаны колоколами жители этого города считают себя учениками катара вот одеваются как семеро или семеро всеми рода видите гротеск на этом здании это они 7 святых последователей ивана катара почему вчера вечером все были подобных одеждах чем смысл вид ряса отпугивает зло в то время как звук локолок насылает муки на злые существа но по крайней мере тут в это верят что такое особенно в этих масках маски палачей что вас интересует вчера вечером все были в необычных красок эти маски обязательны каждому житель города выдать такое при рождении зачем при рождении прикинь маску дают в этих краях до сих пор есть люди которые верят что эти маски ограждают и защищают душу от зла без ряса и маски нельзя принять участие в ритуале на день города при этом в ритуале должны принимать участие все жители города так он проводится по два славу нашего святого покровителя прикинь ты такой рождаешься эти сразу такую маску так и дают короче маску палача на держи на держи теперь ты защищен а чуть-чуть подрастешь и я на тебя рясу напяли что это за зло такое не знаю зло может быть где угодно верно а что если зло живет среди нас и выжидает своего часа прошлой ночью на площади только на вас не было ритуальной одежды вы что не принимали участие в виртуале именно я сама никогда не участвую для меня это всего лишь дико это все лишь слишком дико для этого люди это уважают решает не просто смотреть вы верите что маска сможет защитить маска и крепкая вера в господа мы верим в это уже несколько столетий то что я сейчас вам рассказываю может звучать странно даже пугающе для гостя города но поверьте за всю свою жизнь цветом катаре ко мне относились только самым лучшим образом не верю мне потребовалось всего одна ночь чтобы увидеть почувствовать совершенно обратно постойте откуда вы знаете что я не была среди ряженых я видел как вы говорили женщины стоя которым я говорил ладно чем могу помочь вы видели ее сегодня в раком вчера я много с кем говорила и на многих были маски щуплая короткие шкаштановые волосы носит очки она еще была одета в пальто она тоже не местная как вы постойте вы в виктории допустим вы ее видели да вчера а что а сегодня вы не видели она не приходила мимо не знаю вы знаете когда клиенты уходят я обычно читаю даже не замечаю что творится в окне блин вот что-то она что-то она что-то скрывает по-любому вот что-то скрывает хотя постойте если бы виктория проходила мимо я бы точно об этом узнала она бы подоздоровалась что-то мне подсказывает что она врет да 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 я тоже она моя добрая подруга как и я и сказал подруга вчера вечером они общались не больше получаша получаша получаса почему вы еще вы ее ищете я хотел поговорить с ней вчера вечером но я потерял ее в толпе я все равно не понимаю зачем вам с ней говорить вы ее знаете может быть я не уверен мне нужно вам бы не помешало сходить врачу не помешало бы как вы вообще тут дышите а что такое мне кажется всему виной этот туман он так давит на мои легкие какой кошмар бывает же тогда хорошо что вы здесь проездом в этой долине туман частый гость так вот мне нужно найти кое-кого и поговорить с ней после этого я смогу уехать отсюда навсегда и все таки я не могу найти себе место если вы тут проездом то куда я вас знаю думаю мне стоит спросить дорогу я не знаю куда идти даже если виктория где-то в поблизости куда по вашему в этом городе может сходить приезжему но вы же хотели уезжать или нет а понимаю вы хотите сначала найти викторию признаться даже не знаю хотя наверное я сейчас скажу в таверну таверне наверно сейчас скажет у нас город маленький но очень старый даже древний тут много куда может сходить скажет таверна если она до сих пор где-то в городе я осматриваю достопримечательности то я не знаю трудно сказать ну так прогуляйтесь по городу только держитесь подальше от леса и гор а что такое начнем с того что если виктория послушалась моего совета и его там все равно не найдете к тому же послушайте угадаете что это не знаю вы мне скажете это звук ночных насекомых вот так вот просто не удивляйтесь никто никогда не знает ответа может солгать легче вам лучше знать ну да не суть дела а этот звук я впервые его услышал еще много лет назад когда только начала работать в этой семенной лавке и его всегда слышно ни на секунду не утихает днем и ночью не то чтобы я жалуюсь просто это помогает мне отстраниться от нижнего мира и радоваться жизни хотя странно все таки как этот звук связан со всем этим почему никто не ходит в лес и горы местный закон в лес каркаса и на гору удав ходить запрещено закон доказательства веры вот что это любой человек местный или нет должен полностью отвечать за свои слова или расплатиться за содеянное скажу вам честно я не понимаю почему это запрещено все время думаю если лес на самом деле мертв как все говорят то откуда тогда этот звук это вам не шум радио наверняка вы записали его на кассеты и пустили по кругу нет что вы этот приемник не работает с кассетами тогда это точно белый шум что же еще а сейчас обернитесь посмотрите вдаль но зачем просто хочу вам показать вы смотрите смотрите вот там за облаками массивная глыба эта глыба лишь часть непроходимой горной гряди вокруг нашего города то есть вы хотите сказать что звук может идти только оттуда очень в этом сомневаюсь это гора удав про нее я вам говорила удав поглощает все что пытается пробраться в город в нашем городе даже местных радиостанций нет такой вот он старый так что этот вариант можно исключить я обижена что источник этого звука находится где-то в чаще леса почему вы так думаете мне кажется я могу вам доверять знаете я часто хожу в лес на поиски этих веселых насекомых пока что я никого не нашел не нашел да и звери у вас тут я тоже не видел я вот считаю что каркаса очень даже живой лес от него просто исходит другая энергия только и всего какая-то другая энергия бесконечный просто диалог я не знаю даже я много раз ходила в лес и ничего плохого со мной не произошло что на это скажете может она и так оно и есть но она просто пока ничего об этом не знает лучше двигаться от нее подальше странно она и помогает что-то там странно что-то а простите но мне нужно идти видать разга уже видать разговор уже реально утопил утомил мне нужно идти по сути вы так и не представились может хоть так я вас помню то вы где я вас видела то я сейчас не важно я просто хочу побыть один извините что мне теперь делать пойти по следам николая возможно нет наверняка он приведет меня к виктории и да были такой долгий диалог просто долгий диалог так даже 6 просто жесть его видать это дело тоже утомил короче так по следам николая идем короче в этот наверное я не собираюсь идти туда в смысле николай не сдвинулся ни с места ни на шаг он до сих пор стоит перед тем коллегой зачем ему все это появилась тень снова что это за тень где силуэт очертания во тьме видение человек он просто стоит и смотрит на меня свысока тогда иди к свету спаси себя я близок порог уже совсем рядом это длится уже целую вечность тебе нужно найти способ пробудить его от этого транса где бы он там не витал а пробудить лампу может погасить странная лампа необычная может она иметь какое-то отношение к цвету которую достичь что произошло где свет где свет там все горает бармен короче что ты наделал мне жаль но мне нужно было какое как-то тебя разговорить чудовище чудовище что я стиль лишь погасил пламя на самом деле ты искалечил червя червя это было не просто пламя да и лампа это не простая лампа ладина просто ух ты это пламя и без того уже почти потухло я просто приблизил конец действительно конец она ни на секунду не потухала с того самого судьбоносного дня и тут заявляешься ты и решаешь что время ее пришло а что в этой лампе такого вы все никогда не поверите что я видел и чувствовал в том проклятом месте но я не должен забывать мне приходится мысленно возвращаться туда и переживать все заново день ото дня это пламя спасло меня в тот день и до сих пор надежда моя живет лишь благодаря ему эй эй вы еще там я кое-что вспомнила подойдите ко мне скорее тебе пора уходить Николай Николай а вот тут уже Николай нет пусть останется я хочу сдержать свое слово что ты делаешь жалкий калека он один из тех скотов которых оставили тебя гнить там он ему нужно узнать правду особенно про себя самого ты меня не знаешь значит ты не диаком и таблетки тебе нужны от боли а не от обуревшего тебе страха прекрати говори наконец что тебе от меня нужно тебе нужно кое-кого обезглавить что вы делали у того окна так значит вы все таки видели эту женщину сегодня а? вы кричали что кое-что вспомнили вспомнили что она была тут сегодня о нет не это я же уже говорил вам что не видела ее извините но я вспомнил где мы с вами встречались мне нужно идти мадам постойте вы сказали что никогда здесь не были но я знаю что это не так но вы мы точно виделись в каркасе очень часто мне удивительно что я вспомнила ваше лицо и голос я же сказал что никогда не был в этом городе вы были вы являлись ко мне во снах все мои сны начинаются одинаково я стою в лесу и боюсь даже пошевелиться я вижу всякие ужасы и даже не знаю какие голова оказывается их различать я дрожу от страха и кричу в отчаянии в этот момент сна я либо просыпаюсь либо стою на месте скованная ужасом по рукам и ногам второе бывает чаще зачем все мне это рассказываете я ужасно боюсь снов уже который год снятся кошмары но иногда вместо кошмаров сны бывают такими счастливыми иногда бывает что посреди тьмы леса появляется появляетесь вы и беззвучно подлетаете ко мне словно ангел мотылек что и не просто мотылек а мотылек с двумя лицами еще одно на затылке очень похоже на человеческий череп мотылек это символ порока я не могу быть мотылеком вы либо лжете либо сошли с ума но нет я не имела ввиду я брат Бенедек не знаю при чем тут череп но в моем сне вы не внушали мне страх вы олицоварение добра я слуга господа в ордене святого Павла Павла первого когда вы появляетесь страх и отчаяние уходит и приходит радость и надежда вы всегда помогаете мне пережить ночь нет здесь просто невыносимо постойте Бенедек вы сказали вас зовут Бенедек я не представлялся я слышала это имя вы мне больше нечего вам сказать вы брат Виктории да почему вы сразу не сказали не знал можно ли вам доверять знаете кажется я догадываюсь куда направилась ваша сестра так значит вы лгали мне все это время я знал я тоже не знал кто вы такой пришлось солгать честно скажу сегодня я ее не видела но вчера она только и говорила что очень хотела пойти сегодня к озеру зачем она решила на такое просто за что мне показалось ужасно странным ведь она знала что там совершенно не начато смотреть разве не на природу как мне туда пройти отсюда налево а затем по тропинке в лес это недалеко озеро вы найдете старика торгующего рыбой спросите видел ли он ее его зовут Арсен кстати раз уж вы все равно пойдете к нему не принесите мне кое что просто скажите что я бы послала вас за пятничным ужином вчера произошло столько всего совсем вылетело мне из головы зачем мне вообще это делать почему вы не сходите туда сами почему не можете сходить сейчас я не могу уйти с лапки жду своего отца он должен вот-вот прийти я не могу обещать ой мне ваша благодарность ни к чему я же уже сказал как только я найду викторию я уеду отсюда навсегда да вы посмотрите в этой брошюре есть детальная карта города и ответственности уж поверьте она вам пригодится вот увидите я не доверяю может стоит остаться здесь и дождаться Николая хуй мать да я хотел спросить как вам замок Гриммель выставка я совсем забыл про нее Виктория купила у меня три маски вы ведь в курсе зачем как же иначе замок не пускают без масок почему вы собственно спрашиваете вчера мы валялись с ног валились с ног так и не знаете что произошло подойдите сюда заманал туда-сюда кто-то упал с крыши замка в ущелье под ним зачем вы мне все это рассказывали я переживала думала вы тоже были там после того как это произошло и замкнутые часов никого не пускали это был кошмар столько криков люди вопили в темных залах и коридорах я же уже сказал вам что мы туда не подошли знаете в этом городе есть места которые нельзя ходить без маски замок Гриммель да одно из этих мест не понимаю посмотрите посмотреть замок и уйти это одно а провести там несколько часов кряда уже совсем другое что вы подумали вы уверены что Виктория туда не то пошла да не пошла она зачем мы не пошли на выставку и уснули без задних нос мне кажется я видела ее одну на площади после того как вы ушли это невозможно это невозможно она не покидала дом а если и покинула это не говорит о том что она там что-то там пройти наверху спал лишь один человек и я не думаю что это была она она разве не дала вам маски которую купила у меня нет не дала но это не значит что она сама ходила замок вы знаете люди видели как кто-то упал в ущелье но она это полезно и скоро она везет к ней отсюда было так темно что они не разглядели кто это был женщина или мужчина первое тело уже нашли они же искали тело они нашли личной конечности ужасно изувеченные но не поддающие опознания зачем вы мне это рассказываете где по вашему сейчас Виктория они так же нашли голову но вот только что сказали что тело невозможно было опознать на лице не было кожи ее содрали еще до того как тело упало так что личность жертвы до сих пор не установлена но ты еще способен на такие ужасы это что-то нечеловеческое это все дело рук дьявопоклонников и ведьм власти считают что это была женщина щуплая с короткими каштанными волосами это была женщина? что вы хотите об этом сказать? кто она? я уверен что это был акт дьявопоклонничества и колдовства потому что на ее удача в лесу была маска но это была не наша обычная маска палача нет это была желтая маска мы не сомневались в вас вы довели это расследование до самого конца и прошли на нас сегодня в палах впереди наш герой темный путь короче сейчас в эту историю миру и твердой путешествий в принципе квест неплохо но слишком много вот этих диалогов слишком затянуто не знаю мне показалось слишком затянуто вот эти диалоги они утомляют нет действий каких-то даже пусть это будет пролог но как-то 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 затянуто я вот сейчас под конец я чуть не уснул просто тупо чуть не уснул вот ну не знаю посмотрим когда полностью игра выйдет не знаю попробуем если она вообще не зайдет в таком же духе и будет разговоры 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 просто нудятина 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 то просто посмотрим и все короче ну а пока кому понравилось ставим лайки подписываемся на канал в другу вконтакте подписываемся на инстаграм комментируем и с вами был Валерий всем пока и с вами был Валерий